итак я всех приветствую на своем канале рада город сегодня у нас очередной урок сегодня у нас пройдет мк по рисованию совы совушка у нас такая мультяшная тоже детка очень любит таких персонажей и мы будем учиться рисовать нашу сову для начала нам как обычно пригодится вернее нужен будет карандаш две кисточки тоненькая круглая тоненькая кругленькая такая и потолще шестерка у меня бронз естественно краски можно акрилу можно гуашь стакан с водой и сухая салфетка для того чтобы вытирать нашу нашу кисточку и так приступим мы как обычно начинаем с наших центровых линий вертикальной линии и горизонтальной благодаря этим линиям мы знаем где наш центр располагается и можем поставить наш объект или нашего персонажа до кого мы рисуем пропорционально на наш лист так будем говорить наши сова сегодня будет такая такой интересной техники мультяшный да когда голова практически такая же по размеру как и туловище этой придает персонажем мультяшность то что они не похожи на реальных до сов сов или птичек например мультяшные персонажи этими отличаются что у них немножко не пропорциональны туловище либо голова лимки это детали и начнем мы с того что мы нарисуем большую овальную голову первой половине нашего листа немножко ниже нашего края обозначим себе чтобы не нарисовать больше чем нужно обозначим примерные такие черточки поставим и нарисуем оба может быть он будет не ровно ничего страшного мы не добиваемся идеальных размеров у нас не черчения у нас мк по рисованию и туловище мы нарисуем такой же овал только перевернутый тоже такой яичко то только перевернута вертикальном положении удлиненное такое готовишь вот такой туловище у нас получится чтобы вам было видно что это овал и овал то я продолжила вырисовать на голове дальше у нас будут крылышки это тоже такие два небольших овала один овал и второй овал второе крылышко чуть-чуть пониже ниже чем первое крыло таким же образом нарисуем один овал и второй овал она у нас будет держать лапочки до никого не лапочки крылышки впереди себя дальше мы нарисуем с вами веточку на которой наша сова будет сидеть полукруглыми такими две параллельные и и ногти до ноготки пальчики такие ноготочки пальчики усами тоже овальчики и вторая рядышком лапка у нас она такая забавная сегодня будет не оригинальная сова да не такая как мы привыкли ее видеть в лесу и фильмах или в подобных вещах но мы сегодня рисуем все-таки сову она все-таки будет похоже на сову носик у нас треугольный один треугольничек и рисуем второй треугольничек дальше мы нарисуем круглые глазки но прежде чем нарисовать круглые глазки мы дадим еще такие полу овалы мордочки совы вот один овал он спускается сверху вниз линию затем снизу и закругляем к щекам здесь же у нас такой как брови совы вот такая одна сторона с второй стороны мы делаем то же самое своих видео я в конце прошу вас комментировать но к сожалению youtube канал они позволяют включать комментарии к видео которые посвящены детям я так думаю что весь какая-то программа проверки видео и так думаю что все-таки видео которое я даже не ставила обозначение что видео для детей тем не менее канал на канале на моем youtube блокируют комментарии если есть намек на детей поэтому извините комментарии отключены не мной а канала вернее программа youtube и дальше мы нарисуем с вами ушки ушки такие в нем будут небольшие линия одна к верху и одно ушко у нас будет приподнятая такое ощущение что сова прислушивается к лесу что-то она там слышит и нарисуем круглые два глаза глаза большие близко расположены вот такие кругляшные глазки один глаз и внутри мы нарисуем большой большой зрачок и еще внутри маленький кружочек это у нас будет блик но мы блик можем не обозначать потому что блики мы всегда рисуем в конце и второй глазик тоже круглые глазки близко расположены близко между ними да никак у человека по пропорции у человека между глазами должен помещаться еще один глаз у нашей же самой мультяшной один глаз к сожалению еще не поместится проверяйте свой рисунок отходите немножко пусть класс отдохнет и вы посмотрите на него совсем по-другому иначе если вы долго будете проводить время у рисунка если у вас вдруг не получается вы долго проводите время у рисунка ведь все равно ничего не получается оставьте на некоторое время отложите этот рисунок прогуляйтесь посмотрите тебе не знаю чем-нибудь займитесь а потом возвращайтесь к рисунку и вы увидите что у вас все получится просто немножко глаз устает и немножко сейчас мы изменим пропорцию головы чуть-чуть здесь заузив а книзу расширив вот как груша такая да чуть-чуть и вторую тоже здесь заузим вот сейчас у нас идет исправление наших геометрических фигур которые были на наброске уточняем детали вот такая большая голова практически наш набросок готов нам осталось только набросать крылышки на вернее перышки на крыльях и мы приступим к разукрашиванию крылышки мы сделаем на крыльях вот такие перышки вот таким образом я думаю что все детки очень любят этот способ рисования перышки это такие как волны большие зигзаги волны даже не знаю как назвать и из этого овала мы сделаем несколько отдельных перышек одно перышко второе перышко третье подлиннее и еще одно четвертое и здесь соответственно мы тоже произведем вот такие похожие на крылья линии на перья линии вытираем все ненужные линии и у нас получится вот такой крыльышка здесь от головы до крыла мы тоже произведем такие похожие на перышки линии второе крыло одинаково сделаем то же самое что с первым сначала нарисуем зигзаги такие даже не знаю каких назвать полу листики вытирайте все что вам мешает ли линия вас путает какая-то вытрите и резинкой и второе крыло тоже нарисуем несколько таких торчащих длинных петель и затем внутри мы все подтерем все линии которые уже подслужили свое да все вспомогательные линии вытираем и получилось вот такой второй крыль и несколько зигзагов естественно нарисуем для того чтобы дать понять что там еще есть крышки вернее не крышки перышки способность способность рисовать и говорить оказалось немножко такой затруднительной потому что когда я привыкла рисовать в молчании и сейчас конечно нужно рисовать и говорить это немножко сложновато но ничего страшного вроде как уже привыкали говорить и рисовать это как с медитацией ты медитируешь и вдруг какая-то мысль тебя сбила с пути медитации то же самое происходит и в рисовании если ты говоришь уходишь от темы то и линии края тоже покидают пространство листа и еще мы нарисуем здесь пушистый хвостик это почти такие же перышки как на наших крылышках их можно не прорисовывать потому что потом мы красочкой все это будет рисовать немножко по-другому вы все увидите поймете значит вытираем все наши вспомогательные линии центровые и боковые овалы все что нам помогало сделать набросок все вытираем и вот эти линии не старайтесь их сделать прям ровные ровные идеальные потому что во время рисования краской уже закрашивание они будут немножко у нас изменяться здесь появится мазки имитирующие перышки поэтому вот ровно ровно все стараться нет смысла потому что потом все равно это закраситься краской и мы переступаем к нашей цветовой палитре к нашей гамме итак я выдавила на палитру да у нас сегодня не очень богатая цветовая палитра я выдавила светло-коричневый темно-коричневый желтый белый и черный и мы с вами приступим к разукрашиванию нашей совы фон у нас будет черный для того чтобы наша сама выделялась на рисунке и смело кисточку в черный и закрашиваем берись наш фон весь фон не боимся даже если вы немножко черным цветом испачкаете саму ничего страшного не переживайте если у вас краска очень густая смочите ее немножко в воде совсем чуть чуть для того чтобы лишнюю воду убрать просто обмакните ее об салфеточку я вот капнула на как на сову черной красочкой но это ничего страшного вот так раз и вытереть затем она все равно закрасится коричневым цветом и этого пятнышко вины не будет я немножко уменьшаю до свой рисунок за счет того что я захожу на линии черной краской я немножко уменьшаю ничего страшного вы можете за это не переживать вы тоже можете за красками заходить на линию карандаша и вот таким вот быстрым образом мы закрашиваем задний фонусом почему-то вот мне захотелось ее сделать в черном фоне зале для того чтобы она у нас выделялась наша веточка веточку нужно сделать вот таким образом раздвоите на конце чтобы она не была одна палочка да такая непонятная раздвоенная вот именно про вот эту рисовку я и говорила то что можно просто закрасить ровные линии ничего страшного вы потом увидите как мы легко с этим справимся когда будем рисовать сову разукрашивать дети очень часто переживают что у них что-то не получается или они залезают кисточкой нечаянно на рисунок но самое главное показать ребенку что это не страшно и все можно исправить путем наложения сверху другой краски не добивайтесь от детей идеалов в рисунках иначе это грозит тем что ребенок ребенка перестанет увлекать рисование потому что у него не получается мама его не хвалит не поощряет словесно я не знаю как-то не одобряет то что у него не получается поэтому не стоит ругать детей если у них что-то где-то не получилось где-то красочка не залезли возможно вместо коричневой совы они нарисуют оранжевую или красную сову это фантазия детей дайте возможность фантазии детской развиваться сегодня вы нарисуйте красную сову а завтра коричневую или наоборот очень часто на занятиях дети тоже просят и спрашивают а можно я сделаю вот так и я не запрещаю потому что это выбор ребенка да и ему интересно если он изменит концепцию цвета или формы а это уже эксперименты это уже интересно наблюдать за этим итак мы закончили быстро наш фон фон абсолютно черный если где-то у вас просветы можете еще раз взять кисточку и черненький быстренько черной краской докрасить не спешите если у вас не получается так же быстро ставьте на паузу видео закончите свой рисуночек свое разукрашивание и переходите опять просмотр итак дальше мы с вами закрасим желтые глазки и глазки будут желтые у нас внутри вернее прошу прощения снаружи на вот не зрачок а то что вокруг зрачка будет желтым светом можете поменять кисточку взять тоненькую я же буду справляться со своей толстой воду можете поменять детки очень быстро пачкают воду тем более у нас черный фон у меня вот тоже вода стала стал такой черный можно поменять для чистоты цвета вот такие желтые внутри видите как отличается чистый желтый и грязный но ничего страшного и следующим шагом у нас будет свет и коричневые мы с вами разукрасим цвета коричневый вокруг самого класса мы берем свет и коричневый добавляем совсем чуть-чуть белого немного и вот этим цветом мы будем закрашивать глазки внутри даже не глазки да а вот подобие таких очков природных вкуса вы такие интересные природные очки сначала мы закрасим одно с одной стороны а затем закрасим с другой стороны к моему огромному сожалению мой телефон решил отключиться самостоятельно и получилось так что кусочек который я красила туловище в соли и ушки не снялся в нашем ролике но ничего страшного на примере крылышек я покажу вам как разукрасить нашу голову и сделать вот эти перышки которые мы уже сделали значит продолжаем темной красочкой темно-коричневым цветом мы закрашиваем всю головку сове да ушки вот вы уже видите да у меня они уже закрашены и такими мазочками имитирующими перышки совы мы прорисовываем ей голову между крылышками тоже закрашиваем темно-коричневым цветом под палочкой и над палочкой на которой она сидит промываем кисточку и набираем наш светло-коричневый цвет которым будем закрашивать ей крылышки крылышки закрашиваем почти полностью и одно и второе и затем этот же цвет в него добавляем совсем чуть-чуть черного и закрашиваем снизу крылышек снизу наших перышек которые на крылышках для того чтобы придать глубину крылышку тень которая ложится от верхних крыльев на нижнем на под верхних перьев на нижние перышки совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть под палочкой промываем кисточку и набираем нашу светло-коричневую перемешиваем с беленькой и уже имитируем наши перышки такими легкими движениями создавая солнышки перья мазочками и спешите на одном крылышке и на втором крылышке я взяла акварельную бумагу и на ней очень непросто рисовать так как она имеет такую структуру шершавую все-таки бумага для воды у нас же акрил и гуашь поэтому лучше берите обычные обычные альбомные листы не для акварели я живу тоже пожалела что взяла но ничего страшного и светло-коричневым будем прорисовывать сейчас ей перышки которые торчат вот такие длинные перышки и на втором крыле мы тоже нарисуем светлые перышки почему я не закрасила полностью глаза потому что обычно детки после того как нарисует глазки носик ротик интерес к дальнейшему рисованию пропадает поэтому мы оттягиваем немножко этот момент для того чтобы закончить из рисунок и темно-коричневым он у меня даже успел тут чуть-чуть подсохнуть пока разбиралась с телефоном нарисую вот такие вот мазочки на одном и на втором крылья сейчас вот тот черный цвет который мы подложили под первый верхний ярус крыльев дает нам глубину объем и глубину крылья но это не значит что мы уже почти закончили с крыльями сейчас мы белым цветом сделаем вот такие вот мазочки на наших нижних перышках совы мы не прорисовываем перышко к перышку а просто даем намек что там у нас перышки таким рядочком и совсем чуть-чуть блик наверх крылышко немножко белого возьмем положим еще на мордочку совсем чуть-чуть и отбили немножко ей бровки вы можете взять тоненькую кисточку все-таки тоненького будет удобнее вам ну и тогда чуть чуть дольше работы так как каждый мазок а вот кончик моей кисточки он такой распушенный он создает вот такие рядочки по нескольку штук сразу перышек да или на наши кошки совсем чуть-чуть и приступим к нашему хвостику хвостик мы закрасим коричневый светлый и тоже имитацией вот таким образом изнутри наружу мы прорисовываем лохматый такой хвостик пушистый с перышками один слой затем добавим немножко белье белой красочки и на кончиках мы прорисуем вот такие перышки в разные стороны вот такая вот пушисто хвостатая у сова у нас получилась мы знаем что у совы хвост не такой но она у нас сказочная поэтому будет у нас немножко другой также мы с вами прорисуем веточку даже темно-коричневый с черным можно смешать вот я набралась совсем чуть-чуть и с черным смешал и закрасим нашу палочку добавим чуть-чуть белую веточку на который сидит наша сова не бойтесь закрасить ее лапки вы их видите их видно карандашный набросок наш и закрашиваем нашу веточку затем возьмем белье и светло-коричневый и проведем посередине линию дающую блик и светло-коричневую веточку вот таким образом далее я возьму совсем чуть-чуть оранжевой краски вот она у меня такая полупрозрачная и закрашу ей носик закрашу носик оранжевым и закрашу ей лапки поменяю кисточку краска берется кусочками на маленькую кисточку не спешите 1 1 пальчик 2 пальчик качество краски у меня конечно не особо потому что красочка уже старенькая я рисую маслом картины а видео уроки для вас делаю акрилом и гуашью поэтому здесь сочетать нужно разные краски и так и мы еще перейдем к нашим глазкам пока у нас здесь все высыхает и закрасим их черным цветом вот наконец-то наша сова блик можете тоже закрасить если вам сложно не закрашивайте его я его потом найду я знаю где он у меня расположен черные глазки совушки вот такие черные красивые большие возьмем чуть-чуть белил даже возьмем на маленькую кисточку тоненькую и проведем по желтым уже закрашиваем внутренним частям глаза беленькие такие полосочки они придадут глубины глазику обратной стороной кисточки я поставлю два блика один и второй почти наша сова уже видит она у нас была почти слепая сейчас она прозрела возьмем тоненькую кисточку не оставляйте в воде кисточки они от этого портятся и черной красочкой мы сделаем обводку глазкам вы можете сделать это фломастером я же сделаю кисточкой и после того как вы сделаете обводку фломастером тоненькой кисточкой можно сделать такие темные волосики от глаза как реснички я думаю девочки особо любят когда на глазках рисуют реснички чуть-чуть сверху носика тоже добавим таких линий вы можете это все фломастером сделать я же сделаю это кисточкой и второй глазик если где-то неровность можно всегда дождаться высыхания и прокрасить еще раз немножко неудобно потому что листочек находится далеко от меня довольно таки поэтому делаю примерно и совсем чуть-чуть поставим внизу таких перышек вот немножко подчеркнем ее пушистость вот такие вот мазочка обведем наш носик поставим две точечки и обведем наши лапки можно обвести светло-коричневым темно-коричневым извиняюсь можно обвести фломастером или кисточкой тоненькой и совсем чуть-чуть добавим вот таких линий черных и на хвостик совсем-совсем чуть-чуть и на наши крышки немного на ушки вот так вот так вот так вот так управлять можно взять вот такую вот у меня есть очень хороший цвет видите можно все исправить если вдруг где-то толстым получилась линия можно все закрасить и исправить я добавлю еще по одному маленькому бличку в глазике и тогда они получатся более интересными если мы добавим еще по одному маленькому еще интереснее и добавим блик на носик по серединке и совсем чуть-чуть по краям добавим блики на наши лапки и совсем чуть-чуть добавим на нашу веточку вы можете нарисовать здесь желтую луну можете нарисовать звездочки звездочки очень легко рисуются тем же примером как мы рисовали блики вот такие звездочки можно всю сову усеять вот такими звездочками большими и маленькими вот такой рисунок у нас сегодня получился я извиняюсь что так получилось что телефон не снял полностью все видео но я думаю там все понятно не самую главную часть он не снял поэтому подписывайтесь на канал делитесь вашими рисунками комментарии увы писать не сможете вот такая замечательная сама у нас сегодня получилась а я желаю вам приятного просмотра и удачных работ всем пока 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 пока